Казалось бы, со времен нулевого российского пациента Аспиди и ВИЧ в стране и крае знают все. Но нет, специалисты говорят, болезнь может преподносить сюрпризы. Один из последних – ее феминизация. Женщин стали выявлять чаще и больше. Если раньше в основном это внутривенный путь и преобладали среди лиц, потребляющих наркотики, мужчины, вот эта тема и определялась. Сейчас, конечно, роль лиц, потребляющих наркотики, оно не сводится в нуль. То реализация в дальнейшем полового пути, она сейчас достаточно очевидна. Если в цифрах, то половой путь в крае выявляют в 70% новых случаев заражения. И дамы под прицелом, поэтому должны следить за выбором партнера и профилактикой. Проверяться хотя бы раз в год. Впрочем, профилактика важна и в группах риска. Традиционно это мужчины гомосексуальной ориентации, люди, употребляющие наркотики и занимающиеся проституцией. В нашем крае этим группам уделяют особое внимание. Алтайский спеццентр нынче даже стал призером номинации «Лучший проект по работе с группами риска» на всероссийском конкурсе. Какие методы есть в этой работе? То есть методы есть. Аутрич-работа, то есть это работники консультируют ключевую группу в местах их нахождения. То есть, грубо говоря, ночные клубы, по-русски говоря, притоны. То есть аутрич-работа проводится в этих местах. И, соответственно, равное консультирование. Это тоже наиболее важный аспект профилактики. Это равный консультант. То есть ВИЧ-положительный консультирует ВИЧ-положительного. То есть на своем личном примере, на своем личном опыте он ставит ключевые группы, так скажем, на путь исправления. Крывый спеццентр для такой работы привлекает партнеров, не коммерческие организации. А вот для профилактики среди школьников и студентов, а она тоже необходима, специалисты спеццентра используют игровые квизы. Отвечая на вопросы, молодежь узнает достаточной информации, чтобы предупредить болезнь или вовремя начать лечение. Ведь при раннем выявлении жить можно долго. Лекарственная терапия сейчас позволяет. Хотя и в этом случае не обходится без «но». Многие терапии пренебрегают, говорят спеццентры. А ведь здесь стараются работать с каждым индивидуально. Главное просто довериться врачу. Если пациент работает, например, водителем трамвая, автобуса, когда нет возможности отлучаться надолго. Пациенты, которые принимают еще другие препараты под сопутствующие патологии, по вторичным заболеваниям. Если они получают лечение сахарного диабета, туберкулеза или лечение гепатита. Это тоже учитывается при назначении антиретровирусной терапии. Доверяя врачу, женщины с ВИЧ рожают здоровых детей и хорошо себя чувствуют. Да и в целом почти нормальную жизнь ведут те, кто регулярно принимают лекарства. Но ВИЧ и СПИД это все равно страшно. И знать об этом необходимо. Как и о своем ВИЧ-статусе. Определить который сейчас можно не только в самом СПИД-центре. По краю колесит мобильный комплекс. За 10 месяцев благодаря ему свой ВИЧ-статус узнали полторы тысячи человек. Мы же говорим о необходимости раннего выявления, когда еще симптомов нет. Когда болезнь находится в стадии, ну так скажем, без явных очевидных признаков поражения иммунной системы, органов и систем, жизненно важных органов и систем человека. И если в этот момент начать терапию, то тогда от качества жизни оно сохраняется. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Я вот так могу делать.